приветствую вас дорогие друзья сегодня видео по вашему запросу ну как же это вяжется вяжется все это очень просто вот такой узор недавно появился точнее он появился очень давно судя по тому как вы мне написали свои отзывы были такие случаи когда и 30 лет назад этим узором вывязали и этот узор присутствовал в тот момент в одном из польских журналов вот так вы мне написали по крайней мере и очень многие спросили а как же это вяжется то есть вроде бы все ясно и понятно но но непонятно как всегда я связала образец и покажу вам как это вяжется вяжется просто и даже если вы только начинающие в это дело освоите вот она схема схеме присутствуют только лицевые и только изнаночные петли все пустые клеточки это лицевые петли все клеточки в которых находятся горизонтальные полосочки это изнаночные петли по краям вот именно по краям крестики это кромочные петли они не относятся к этому рисунку они относятся к изделию например они относятся к образцу к шарфу к переду или спинке свитера то есть к чему-то глобальному но кромочные петли я всегда напоминаю вяжите вам будет проще потому что когда образец но вот видите он не закручивается по краям видите у меня какая красивая здесь кромочная причем двойная кромочная как вязать вот такую двойную кромочную когда никакие изделия не закручиваются в том числе образцы посмотрите вот в этом видео там подробно показывала кромочная очень красиво получается когда вы вяжете вот таким образом это недавнее мое видео очень тоже красивые тоже можно обозвать кромочной но если вы вяжете перед и спинку изделия в любом случае какие-то две части одного целого и вам надо сшивать тогда берите одну кромочную с каждой стороны ну потому что вы тогда не будете портить рисунок размер изделия одним словом привыкайте к кромочным это очень-очень важно и так для того чтобы связать вот эту красоту вот здесь у меня два рапорта в ширину вам нужно набрать по крайней мере 12 петелек по крайней мере или число кратное 12 вот здесь у меня два рапорта в ширину то есть вот раз как показать 1 и 2 для симметрии если вы вяжете какое-то изделие вы вяжете сколько-то раз рапорт по 12 петелек и еще одна петелька в конце ряда ряда когда вы вяжете изделие и у вас несколько рапортов тогда еще одна петелька добавляется ведь я даже не нумеровала для симметрии я набираю просто 12 12 и кромочные у меня двойные вверх вам нужно провязать 32 ряда справа все нечетные как вы видите это лицевые ряды и все лицевые читаются справа налево кромочная ну если вы используете настаиваю дальше 4 лицевых судя по обозначениям как мы с вами решили 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных 3 лицевых первый ряд как вязать лицевые по крайней мере два их типа посмотрите вот в этом видео от этого зависит плотность изделия ровность вязки особенно для начинающих это важно попробуйте это и топа и почувствуете на самом деле разницу расход пряжи зависит тоже от какого типа петель вы прыгаете дальше соответственно у вас вы переворачиваете у вас изнаночная сторона и вы ее вяжите вяжите тоже по схеме ну как читается схема почему часто возникают разногласия и почему мне часто пишите аня схему вижу рисунок вижу картинку уже но ты ее напиши зачем же ее писать если здесь все и так нарисовано давайте посмотрим хотя я много раз вам объясняла еще раз объясню в чем нюанс схемы без описания и так если лицевые ряды вы читаете справа налево то все изнаночные ряд любой вы читаете слева направо и вот таким образом вы двигаетесь 2 4 6 ряд повторяют предыдущий лицевой это вам подсказка для легкости вязания фактически у вас получается вы с изнаночной стороны должны провязать ту петельку которую вы видите вот если вы с изнанки видите здесь изнаночные петли вы их вяжете изнаночными если видите лицевые вы вяжете лицевыми а если вы читаете схему то получается каша-малаша потому что схема показывает вот это все что здесь изображено что у вас с лицевой стороны какие петли должны получиться вот смотрите второй ряд изнаночные вам нужно провязать так чтобы с лицевой стороны вот здесь например получилось изнаночная петля а рядом с лицевой стороны у вас должна получиться лицевая петля несмотря на то как бы вы не вязали с изнанки вы понимаете в чем разница в описании теперь и в чтении схема но мне кажется схема охватываешь сразу взглядом фронт работы мне кажется как то это проще значит смотрите если лицевой ряд 1 еще раз пройдем у вас 4 лицевых 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных 3 лицевых то второй ряд вы начинаете читать слева направо и вязать соответственно вы и по этой схеме понимаете что вы должны в изнаночном ряду провязать так чтобы в лицевом у вас получилось потом 3 лицевых 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных 4 лицевых то есть если вам нужно здесь провязать петли так чтобы с лицевой стороны у вас получились лицевые вы их вяжите изнаночными дальше вам нужно получить две петельки чтобы они с лицевой с вот этой красивой стороны смотрелись изнаночными значит с изнаночной стороны вы их вяжите лицевыми вот и все это очень подробная схема и по большому счету тут самое главное не сбиться какая по счету петля все все на том и раппорт у вас вот эту петлю не считаете вот эта петелька 13 называемые даже не не отмечала она к изделию относится для симметрии раппорта вот у вас 1 по 12 вяжите и соответственно с 12 по 1 и все и все на том то есть схема очень проста а если очень четко говорить смотрите вот первый второй ряд видите они повторяют друг друга опять как не повторяют когда вы смотрите на изделие с лицевой стороны дальше вы смотрите вот этот вот вот смотрите третий четвертый ряд вот я их так отберу да видите они опять очень похожи точнее они копия друг друга когда вы их провязали вы смотрите на изделие с лицевой стороны с лицевой стороны так они одинаковые значит соответственно чтобы они были одинаковые сознанки нужно вязать немножко по-другому я надеюсь я вам объяснила ну что давайте сейчас чуточку провяжем потому что вязать весь этот рапорт смысла нету никакого потому что здесь именно этот принцип петелек нужно освоить и все на том итак давайте первый ряд у нас идет но после кромочные 4 лицевых 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных 3 лицевых это рапорт но прежде хочу вам напомнить чтобы вы не забыли подписаться на этот мой канал где очень много полезной информации не просто подписаться подписаться на все уведомления чтобы вам приходили о новых видео я очень рада с вами поделиться всем чем умею каждому новичку доказать что он профи просто чуть-чуть не хватает опыта и я так рада когда вы рядом и у меня огромный стимул есть посвящать вам новые видео когда я вижу что мы все вместе 4 лицевых 1 2 3 4 как вязать посмотреть обязательно кто начинает ус усвоить эту азбуку 2 изнаночных 1 2 1 лицевая 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных 1 2 3 лицевых 1 2 3 вот он раппорт вот папа по эту петельку вот он раппорт вот он эти 12 петелек я сейчас не буду делать кромочную поскольку у меня изделие не закончился ряд в изделии у меня только раппорт закончился я не буду делать петельку для симметрии потому что я буду вязать опять 2 раппорт уж ты опять же для симметрии петелька относится к изделию не к раппорту так поехали заново еще раз этот раппорт то же самое 4 лицевые 2 изнаночных 1 2 3 лицевая 4 лицевая 2 изнаночных раз два так что у нас дальше лицевая 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных дальше 3 лицевых 1 2 3 а это у меня кромочная двойная почему так вижу смотрите в том видео которое показала тогда края видите они не закручиваются ведь как удобно положил образец вот так и ничего не закручивается видно что к чему вот это первый ряд а теперь мы пора вяжем второй ряд и я вам наглядно покажу как его читать это переворачиваем наизнанку сначала кромочная у меня кромочная двойная это так дальше читаем слева направо мы с лицевой стороны вот эту первую петельку не щит не не читаем она у нас не присутствует это для симметрии так далее это для удобства вывязывания изделия перед или спинка свитера так у нас три лицевых должны получиться в лицевой стороне значит изнанки мы их вяжем тремя изнаночными поехали 1 2 3 вот у нас с изнанки изнаночные а с лицевой это лицевые все как надо у нас дальше с изнанки должны быть такие петли чтобы в лицевой стороне получились 2 изнаночных значит нам нужно вязать двумя лицевыми 1 2 вот они 2 изнаночные с лицевой стороны соответственно нам нужно провязать теперь так чтобы получились эти петли дальше то есть 1 изнаночная вместо лицевой 2 лицевые вместо изнаночной х вместо изнаночных 4 изнаночных чтобы в лицевой стороне получились 4 лицевых вот они четыре лицевых видно получилось и дальше повторяем еще раз всю эту же конструкцию поскольку у меня два раппорта, я иду точно так же до конца, как вы видите, ничего сложного нет. Дальше идет лицевой ряд, мы его вяжем с лицевой стороны, соответственно, и, соответственно, переворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем четко по схеме те петли, которые видим, поскольку, еще раз напоминаю, вся схема, вся, она показывает, что мы должны увидеть с лицевой стороны изделия. У нас здесь изделие, так, уберу эту спицу, она гремит, у нас изделие, образец. Вот то, что здесь изображено, изображено здесь, соответственно, наоборот. Вот такая изнаночная сторона аккуратная получается. Кстати, она тоже может использоваться как лицевая в плане, ну, как дизайн изделия, то есть хочешь так, хочешь так, ну, конечно, так-то интереснее. Вот и все. Я считаю, что этот рисунок должен потрясающе смотреться, если возьмете вы плотные нитки, не такие, как у меня. Вот я их вяжу на пятерочке, это вот такие вот нитки. Что это за нитки, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке, которые указаны в описании под видео. Ну, это акрил, сразу скажу, на пятерке вот так они выглядят. Но если вы возьмете какие-то нитки, которые рекомендуется вязать, например, на девятке или на десятке, это тоже будет потрясающе выглядеть. Но тогда узор будет не такой тонко-ажурный, он будет скорее для каких-то пледов, накидок, пальто. То есть он будет такой более мощный, но тем не менее очень красивый. Ну, вот и все, мои дорогие друзья. Я надеюсь, я вам подробно объяснила, что к чему. Все очень просто, как вы видите, ничего здесь сложного нет. Ну что ж, легких петель к вам и до новых встреч. Пока-пока.